Со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас полубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда? Страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Мол, до войны ещё, на Петровке. Один из всей семьи спас. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда-то... Это... Что такое? Чёрт! 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 Да что же это творится? Чёрт! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, хан! Кошмары! Неудивительно после всего пережитого? Артём, послушай, Артём, я был на пепелище улья-чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём! Шанс понять! Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, ульман, сейчас! Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, хан. И тебе тут быть не положено. За мной! Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник! Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»